Мы приветствуем вас сегодня на особенном служении, которое посвящено Международному дню памяти жертв Холокоста. Это день или это событие никогда нельзя забыть, потому что это было планомерное уничтожение народа через сожжение живыми, взрослыми и детей тоже. В печах массовые сотнями тысяч расстрелы, различные пытки и медицинские опыты. Это никогда нельзя забыть. Поэтому мы с вами участники сегодня второго саразийского молитвенного марафона у нас в России. Это вообще-то на самом деле очень уникальное событие и историческое событие. Первый раз, первый марафон был 30 января 2020 года. Сейчас мы участники второго марафона. Если мы с вами что-то забудем и не передадим нашим детям, это просто уйдет и может вновь повторяться. Поэтому мы должны передать нашим детям, нашим внукам, чтобы никогда больше такие зверские, нечеловеческие испытания были на народах. Этому уникальному событию предшествовала десятилетняя работа иудейско-христианского диалога. И в этом диалоге, конечно, цель была это примирение, и это память еврейскому народу, это сострадание и сочувствие, как и нужно каждому сердцу, каждому здравомыслящему сердцу. Конечно, цель иудейско-христианского диалога это забота, помощь еврейскому народу, первенцу Божьему и народу Библии. Это очень важно нам понимать. Когда мы участники помощи в любви, в заботе, в примирении, то наши сердца соединяются друг с другом. Как писал апостол Павел и Фессианам, это великая тайна соединения двух народов, христиан и еврейского народа вместе в один народ. Дорогие, уважаемые братья и сестры, сегодня мы участвуем во Всероссийском молитвенном марафоне иудейского и христианского диалога в России. Наша церковь представлена в нашем лице, и он посвящен, как и в прошлом году, что вы помните, мы проводили также в январе, приуроченный к 27 января будет отмечаться Международный день памяти жертв Холокоста. Я вас приветствую, разрешите вас поприветствовать. То, что происходит, это происходит в записи, и позже, 27 января, будет онлайн-трансляция, на которую вы получите ссылку. И наша церковь слова жизни города Якутска, она вот второй раз участвует в этом молитвенном марафоне. И тема моего послания сегодня, она звучит так, «Сохрани память вместе», посвященная вот этому, вот этой дате, вот этой памяти, памяти Дню Холокоста. Мы отмечаем сегодня то, что произошло более 70 лет назад. И я начну с того, что озвучу вам некоторые названия. Просто перечислю. Арбайдсдорф, Auschwitz, Освенцим-Birkenau, Bergen-Belsen, Buchenwald, Герцогенбуш, Гросс-Розен, Дахау, Кауэн, Краков, Плащев, Sachsenhausen, Люблин-Майданек, Маутхаусен, Миттель-Баудора, Нацвайлер, Нейнгамме, Нидерхаген-Вевельсбург, Равенцбург, Рига-Кайзервальд, Вайфара-Вайвара, Флоссенбург, Штутхов, а также Сабибор, Саваспилс, Валмира, Латвия, это в Латвии, Треблинка, Майданок в Польше. Что это за названия? Может, для вас это незнакомые? Просто ли географические какие-то местоположения, какие-то места где-то в каких-то территориях в Европе? Будь то западная или восточная? Это лишь малая часть, малая долика того, что я назвал. Незнакомых вам носили мест. Но, может быть, сегодня они не станут более знакомые, но это названия, которые, как минимум, носили те места, где находились концентрационные лагеря во время Второй мировой войны. Всех концентрационных лагерей, их филиалов, тюрем, гетто в оккупированных странах Европы и в самой Германии для чего были концлагеря? Мы все помним из истории, мы помним все из фильмов. Конечно же, в этих лагерях уничтожались люди. Они содержались в ужасных условиях и разными методами и средствами доводились до физического уничтожения, до смерти. Таких мест, то есть не только концлагерей, но гетто, тюрем или мест, где так или иначе осуществлялся план уничтожения, разных национальностей людей, в том числе евреев, о которых мы сегодня говорим, акцентируя внимание, было 14 тысяч мест, то есть 14 тысяч пунктов, где осуществлялось уничтожение людей. Знаете, для нас звучит ли это много или мало, я думаю, это много. Это очень много, если бы это, знаете, как на население, возможно, Европы. Но пойдем чуть-чуть глубже. На самом деле мы знаем из истории, что это была не просто Вторая мировая война, это было целенаправленное систематическое уничтожение, и оно было особенно направлено, я не буду приводить сейчас данные, сколько людей погибло этой войны, потому что суть сегодня, то, что мы вспоминаем, это то, что было уничтожено огромное количество от определенного одного народа, народа евреев. И это была целенаправленная нацистская фашистская программа, чтобы изничтожить, извести этот народ. Это была отлаженная государственная машина по уничтожению, конечно, не только евреев, неблагонадежных граждан, которые были и в Германии, и в других странах, которые пытались противостать нацистскому фашистскому режиму, но евреи, они даже не входили в категорию неблагонадежных. Они подпадали под категорию третьего сорта, не до человеков, не людей, людей третьего сорта. И вот, к примеру, один из концлагерей, наиболее известных, и почему мы вспоминаем об этом, да, нужно ли вспоминать об этом каждый год, да, об этом нужно вспоминать как минимум каждый год в эту дату, чтобы мы и наши дети, и наши потомки, они никогда этого не забыли. Но для этого тогда нужны определенные факты. В концлагере Освенцем, или Аушвиц, это название на польский, на немецкий лавр, погибло, было уничтожено всего более 4 миллионов человек. То есть это тот концлагерь, в котором было больше всего уничтожено людей. Из них 140 тысяч было уничтожено поляков, 20 тысяч уничтожено цыган, 10 тысяч советских военнопленных, но основное уничтожение, основной смысл этого концлагеря, для чего он был, для чего были все лагеря. То есть уничтоженные поляки, цыгане, советские военнопленные, это были, знаете, такой вот текущий к основному, то есть непрофильный, как вы знаете, материал, извините, такое выражение, но так угрожались немцы, это был материал для уничтожения все эти люди. Потому что политика фашистов была такая, что арийские превосходства, все остальные нации, это услужение или уничтожение. И вот, сколько же было в этом концлагере уничтожено евреев? То есть вы услышали, да, поляков 140, советских военнопленных 10 тысяч, там, цыган. Там евреев было уничтожено 1 миллион 200 тысяч. Это самое большое количество уничтожено в одном концлагере. А концлагеря с венцем называли еще так, фабрика смерти. То есть это был как конвейер, как конвейер, на котором просто потоком привозили людей, и когда ты слышишь те данные, о которых, что за один час, если я не ошибаюсь, я просто очень много смотрел сейчас материалы, пересматривал перед нашим служением, посвященным молитвенному марафону. И вы знаете, просто сделаю только, как садить, короткую рекламу, но я начал вчера смотреть фильм, который по протяженности 8 часов. Я случайно его нашел среди фильмов о Холокосте, о... с этим связаны, какие-то художественные фильмы, но это чисто документальный фильм, который в Советском Союзе даже не видели. То есть его даже проигнорируют, он называется «Конвейер смерти». И там 8 часов. Вы знаете, тяжело смотреть, когда это не экшен, когда это не какой-то художественный фильм о какой-то семье, это конкретно документальный фильм, где просто вот секунда за секундой, минута за минутой, я смог только 3 часа просмотреть. Это тяжело смотреть. Где просто документально люди свидетельствуют. И там взятый, просто знаете, автор этого фильма, он еврей, он делал глубоко исследование, он специально снимал, он брал интервью у разных людей, но его цель была взять интервью у людей, которые были в сондах командах. То есть те, кто остались живы спустя много лет, чтобы они были, те, которые были живыми, не просто свидетелями, участниками этого всего процесса, как они это переживали и что для них это было. И вот только в одном лагере было уничтожено миллион двести тысяч. Вы знаете, этот вопрос, который нужно задавать всегда и каждый год, задавать, чтобы он был слышен, чтобы он не был заретуширован, завуалирован, как-то забыт, потому что сегодня в Европе поднимается сильный голос, который говорит, холокост это выдумка евреев, холокоста не было. Само слово холокост это значит уничтожение такого, знаете, всемирного масштаба, всенародного уничтожения, уничтожение целого народа, целой нации. Как такое могло произойти? Мы должны спрашивать сами себя. Вы знаете, если бы немцы в 30-х годах, в начале 30-х, хотя бы в конце, могли бы себя спросить, как это может происходить среди нас, когда поднимала голову нацистская партия, когда махали на нее рукой, да это просто какой-то, знаете, одет отморозки, это просто их мало. Но когда это уже перешло, знаете, как зараза заразила большую часть нации, уже поздно было спрашивать, как это происходит среди нас. Как могло случиться в цивилизованной культурной Германии наследницы великих музыкантов, поэтов, философов и гуманистов? Знаете, неуместное такое выражение, они, наверное, в гробу перевернулись, если бы знали, что происходит с Германией и с этим отношением к евреям. Это не было на ровном месте. Знаете, этому, конечно же, что-то предшествовало, откуда это взялось? Это не взялось за пять, за десять лет, когда нацистская партия, набирая обороты, она приходила к власти на официальном уровне. Это уже не была шайка, знаете, таких, как говорится, шайка в коричневой одежде. Это была система, которая вырастала на глазах. Но как она могла вырасти? Безразличие одних добропорядочных христиан, которые махали на это рукой, да, это ненадолго, это скоро прекратится. На самом деле, с другой стороны, порождало, давало силу нарастающей злобной ревности и еще большей ненависти к евреям среди обывателей, со стороны других людей, которые, возможно, тоже даже считали себя христианами, немецкими христианами, которые ходили, были добропорядочными посетителями кирх, то есть церквей, которые верили в Бога, которые как бы любили Христа, но это при этом всегда из истории от своих родителей получили, знаете, как заразу. Евреи это те, которые распяли Христа. Какое-то выражение христопродавцы. Жиды это христопродавцы. Знаете, когда это начинается на бытовом уровне за обедом, за ужином среди семьи, потом это может стать государственной политикой. На самом деле это безумие, и корни этого безумия уходили в историю народов, в глубокую историю, в библейскую историю, я не буду сегодня об этом говорить, но те, кто читает и знает Библию, это гораздо глубже, чем в Германии, это уходит далеко, это вообще дьявольский план по уничтожению тех, кого Бог избрал. Но в этом также участвовала и христианская церковь. Знаете, уничтожить народ, о котором Бог сказал, что это его избранные, пытались осуществить с первых столетий вообще существования этого народа, его образования, когда он попал в Египет и далее. И можно в истории наблюдать разные ситуации инквизиции, будь то Испания, другие места исторические, когда евреи гнали, и они пытались находить островки безопасности. Но церковь, я хочу сделать акцент на этом, христианская церковь, Христова, которая две тысячи лет назад зародилась через послание Евангелия, Благой Вести, спустя несколько столетий вдруг что-то начало меняться, как только частью церкви все больше и больше наполняя ее становились верующие из язычников, и церковь стали руководить не лидеры по откровению Божьему, по откровению Христа, а религиозные, так называйте, деятели, деятели, делатели, которые не от Бога, без понимания Божьего плана относительно евреев. И знаете, дьявольский план, он постепенно вползал в суть самой церкви, план извести евреев, он не был изначально, знаете, сразу убивать, и не было в Германии сразу плана с 30-х годов, но к 40-х годам уже большая часть населения Германии, она молчаливо соглашалась на то, в чем была политика нацистов. Этот план набирал обороты, а учение о замещении, знаете, была такая, и она до сих пор остается в некоторых церквях Европы, других странах, возможно, где-то даже у нас, в России, теория замещения, это учение о замещении Израиля церкви, что Бог больше не принимает Израиля как своего народа, и поднимается новый народ, это христианская церковь, это есть Божий народ, это просто зараза в теле Христовом, который, знаете, это замещение Израиля церкви, оно подлило просто масло вагон, и в этом ответственны священники, и в этом ответственны служители, и в этом ответственны просто верующие, но Бог никогда не отвергал свой народ, просто люди перестали смотреть в полноту Писания, они смотрели и брали то, что им было угодно на потребу дня, и можно сказать, что церковь фактически не встало в проломе за Божью волю, за Божий план, возможно, утеряя Божий план и понимание Божьей воли, и просто уже была использована злыми, негативными силами, но позволила быть использована. Негативное отношение было зарождено в сути учения и отношения христианской церкви. Увы, как не страшно это звучит, но церковь, верующие, ответственны за антисемитизм и как результат за Холокост. Церковь Германии, церковь в мире, потому что история говорит, если смотреть те же фильмы, которые были документальные или другие, что происходило, когда еврея вначале выгоняли из Германии, многие страны отказались принимать по причинам страха, по причинам боязни или по причинам опять же вот этого учения о замещении. Церковь ответственна за смерть евреев. Безжалостное, беспощадное, жестокое убийство более 6 миллионов евреев. Вы знаете, что евреев убивали офицеры и солдаты СС, добропорядочные, считающие себя христиане. Многие из них ходящие в церкви после молиться. Я не знаю, замаливали они грехи или еще что-то. Вы знаете, когда я вчера смотрел этот фильм, который называется «Восьмичасовой конвейер смерти», меня просто, просто, знаете, зацепила одна фраза, которую хочу вам засвидетельствовать. Вы знаете, нам стоит, как христианам, не просто обмечать вот эту дату памяти, что мы за евреев, но нам нужно понять глубину ответственности за тело Христова, за церковь, какое зло церковь пустила, что до сих пор евреи не могут связать им тяжело и трудно, пока они не видят на самом деле глубинное отношение через посвящение, через добрые дела, через жертвенность, через сокрушение и покаяние, которое христиане сегодня стремятся отнести. Потому что многие христиане говорили доброе, но это доброе было лишь в истории, чтобы евреев обратить в христианство. И если они не обращались, то их уничтожали. А те, кто были обращены, считали, что они просто имели, знаете, какое-то такое лживое прикрытие, чтобы спрятать свое еврейство, их все равно уничтожали. Было уничтожено много евреев, которые приняли христианство, считали себя христианами, но их уничтожили в тех же лагерях. Те христиане, которые себя считали чистой, светлой арийской нацией. Так вот, вот такое было высказание, послушайте внимательно. Первые христианские миссионеры и священники говорили евреям так. Вы не можете жить среди нас со своими традициями и обрядами. Церковь Христова родила, чтобы переделать, чтобы, знаете, это была такая ложная идея. Нам нужно спасти евреев. Если они не спасаются, значит тогда они христопродавцы. То есть или с нами, или не с нами. Опять же, наверное, возвращая те же слова Христа, еще раз повторю, христианские миссионеры, священники говорили им, и это говорят, то, что слышали от них евреи, вы не можете жить среди нас со своими традициями и обрядами. Следующее, что они слышали со временем, им говорили средневековые правители и государы, вы не можете жить среди нас. Уже не говорилось об обрядах и традициях. Просто территориально вы не можете, у вас нет права жить среди нас, раз вы не такие, как мы. Вы видите, что становится все меньше, уже будет, да? И знаете, что говорили уже нацисты. Уже не шла речь о традициях. Уже не было вопрос территории даже, о переселении или еще что-то. Была программа переселения, в кавычках, которая на самом тире называлась решение последнего еврейского вопроса. И никто не понимал, многие немцы не понимали, о чем это. Они думали, что евреев как-то переселяют другие страны в Польшу. Но нацисты сказали, вы не можете жить. Знаете, вот об этих фразах стоит задуматься. Как можно было дойти до того в Европе цивилизованной, что важно нам? Нам важно понять и не повторять грехов наших предков, предшествующих нам, церкви, то есть про отцов, чтобы не произошло такого, что произошло 70 лет назад в Германии и во всей Европе. Нам нужна прививка от страшной заразы под именем антисемитизм, то есть против евреев. Неприязнь вначале на бытовом уровне к евреям как к жидам. Это как налицательное ругательное слово. Но это неприязнь порождало ненависть, которая перерастала в неугасимое желание избавиться и извести и уничтожить евреев. Наши дети, наши потомки не должны пережить то, что было пережито 70 лет назад. Они должны стать носителями откровения Бога в Библии. Вы слышите меня? Мы должны передать нашим детям откровение о том, что Бог не оставил свой народ и что Израиль Бог есть наш Бог. Это то, что мы должны передать. И заканчиваем, что те, Библия говорит, что те, кто будут благословлять наследие Авраама, будут благословенны Богом, а те, кто будут злословить, тех Бог проклянет. Написано в Библии 12 глава в 3 стихе. Поэтому какой же наш выбор, драгоценные братья и сестры, сегодня и завтра, и пусть это будет так, и пусть это будет передано. Наш выбор однозначно благословлять семьи Авраама, благословлять евреев, благословлять Израиля. Аминь. Каждый год в конце января в ООН отмечают День памяти жертв Холокоста. 27 января советские войска освободили один из самых страшных нацистских лагерей смерти Аушвиц-Биркинау, известный также по польскому названию Освенцем. И это лишь один из множества лагерей, в которых гитлеровцы планомерно осуществляли принятое на государственном уровне окончательное решение еврейского вопроса. Нацистская Германия и ее сторонники в 30-х годах прошлого века задались целью уничтожить еврейское население Европы. Этот процесс начался в 1933 году, На протяжении Второй мировой войны немцы организованно систематически осуществляли свой чудовищный план. В результате на территории Европы было убито 6 миллионов евреев. Сначала их сгоняли в гетто и производили массовые расстрелы, а в период с 1941 по 1945 год вывозили в концлагеря такие как Освенцем, Треблинка, Бухенвальд всего более 20. Эту фазу немцы назвали окончательным решением еврейского вопроса. Само слово Холокост происходит от греческого и что значит «все сожжение». Трагедией Холокоста являются не только масштабом уничтожения, не только жестокость и бесчеловечность карателей, но и равнодушие народов, позволившее этой трагедии состояться. К сожалению, в то время хранила равнодушное молчание и христианская церковь. Наши молитвенные марафоны говорят о том, что времена равнодушия церкви по отношению к еврейскому народу и Израилю закончились. Господь вводит нас в новые времена, когда церковь будет благословлять Божьего первенца и станет его верным помощником и защитником. Здравствуйте, меня зовут Лена. Мне 29 лет и я занимаюсь молодежью нашей церкви. Холокост это самая страшная трагедия в истории человечества. Об этом событии я узнала когда мне было лет 17-18 и я училась на библейских курсах. Там нам рассказывали, показывали фильмы об этом. И я помню, как я сильно плакала и не понимала, как такое вообще может быть. Но такое было. И поэтому я понимаю, как важно помнить об этом, сохранить все эти знания и передать следующему поколению. Потому что если мы замолчим или забудем, то это повторится опять. Спасибо большое еврейскому народу, что вы прошли через все это. Шалом Израилю, мир Иерусалиму. Дорогие братья и сестры, давайте сейчас встанем и будем молиться. И также я прошу те, кто у нас удаленно, когда онлайн смотрят нас, вы тоже можете присоединяться в молитве за Израиль, за евреев. Господь, Господь, мы молимся, Тебе, Господь, во имя Иисусе, но просто никоим образом просто не проникать тем более в церковь. И давайте все вместе мы будем везде где-то будет проявляться, мы будем прилагать все свои усилия, чтобы это не проникало ни в церкви, ни дома, ни где-то там на работе, или везде вокруг. Аминь. Аминь. Пусть Господь благословит во имя Иисуса Христа. Аминь. Древние и современные пророки практикуют провозглашение Божьего Слова. Давайте согласимся в наших сердцах и присоединиться. Простите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Вот я насчитал Тебя на планах моих, стены Твои всегда предо мной. И узнают, что я, Господь Бог, когда до сихих между народами опять соберу их земли и не оставлю уже там ни одного из них. И возьму вас из народа и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистую водою и вы очистите всех скверх ваших и от всех идол ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новой дам вам. И возьму из плотиа ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить за поводами моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. вот я соберу из всех стран в которые знал их во гневе мою и в ярости моей и в великом декадавании и возвращу их на место сие и дам им безопасное житье. Они будут моим народом а я буду им Богом. И дам им одно сердце один путь что вы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. и заключил с ними вечный завет по которому я не отращусь от них чтобы благотворить им и страх мой вложу в сердца их чтобы они не отступали от меня и буду радоваться от них благотворяя им и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Так говорит Господь народ уцелевший от меча нашло милость в пустыне иду успокоить Израиля тем дам я в доме моем и в стенах моих место имя лучшее нежели сыновьями начальям дай им вечное имя которое не истребится издали явился мне Господь и сказал любовью вечную я возлюбил тебя и потому просер тебе благоволение давайте мы еще раз помолимся за нашу страну прямо сейчас во имя Иисуса Христа согласимся в молитве Господь мы молимся прямо сейчас за нашу страну за Россию мы молимся за нашу республику мы молимся за наш народ Господь и мы просим тебя Господь чтобы наша страна как страна она никогда не участвовала в таких каких-то делах чтобы мы были на стороне благословляющих благословляющих твой народ во имя Иисуса Христа История и чтобы у нас было единство единство всех церквей пасторов и каждого верующего человека единство в вопросе чтобы благословлять Израиль чтобы было понимание Господь во имя Иисуса Христа История помазание Твоего Господь терпение Твоего Господь исполнить Твое предназначение Господь как Ты сказал для возвращения колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля и чтобы спасение оно простерлось до концов земли Аминь Дорогие сейчас мы хотим сделать ну я делаю призыв пожертвования и знаете в книге Бытие помните Бог Он обещал Аврааму Он сказал такие слова Я благословлю благословляющих Тебя и изластующих Тебя прокляну и благословятся в Тебе все племена земные и давайте мы просто сделаем пожертвование для Израиля для еврейского народа все это пойдет знаете по разному например сохранение памяти жертв холокост что это значит это значит строительство памятников на местах массовых убийств евреев в годы войны потом помощь приобретение лекарств то есть много много разные нужды для евреев знаете Павел он сказал не возбужу ли ревность сродников моих и не спасу ли кого-то из них и знаете мы как церковь не возбудим ли ревность своим благословением и тем самым может быть у кого-то откроется как бы знаете слава Богу за это движение иудейско-христианского диалога когда церковь и Израиль они вот лед он начинает уже таять и знаете когда мы будем я верю когда мы что-то благое делаем для Израиля для его народа то лед потихонечку он тает я верю давайте мы тоже сделаем еще одно мы внесем свою лепту да вот эту малую маленькую толику да и сделаем вот это пожертвование хорошо аминь 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.